Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 20.15. Найдите наибольшее и наименьшее значение функции y равно 2x в квадрате минус 5. Для того, чтобы это сделать, мы воспользуемся график функции, а график функции мы построим так. Мы построим график параболы y равно 2x в квадрате, а потом опустим его на 5 единиц вниз. Итак, зададим несколько точек. 0, 0, 1, 2, минус 1, 2, плюс 2, плюс 8, минус 2, плюс 8. Проведем через эти точки параболу. А теперь для того, чтобы нам опустить эту параболу вниз на 5 единиц, мы каждую точку опускаем на 5 единиц. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так. Теперь эту точку, вершину параболы на 5 единиц. И вот точка. Так, теперь здесь эта точка. И 1, 2, 3, 4, 5. Вот эта точка. Проводим через эти точки плавную линию. Получаем график параболы y равно 2x в квадрате минус 1. Теперь мы можем ответить на вопросы задания. Итак, в функции А нам дан промежуток минус 1 плюс 1. Точнее, это отрезок. Это отрезок, которому принадлежит переменная x. Вот этот отрезок. От минус 1 до плюс 1. Тогда мы поступим следующим образом. Из крайних точек этого отрезка мы опустим перпендикуляры до пересечения с графиком функции. А из точек пересечения опустим перпендикулярно ось y получим значение минус 3. Так, и теперь нам нужно рассмотреть часть параболы, вот эту часть параболы, которая соответствует этому промежутку. Ну, что мы можем сказать? Что y, минимальное, принадлежит этому промежутку. И y, минимальное, равно минус 5. А вот y, максимальное, находится на границах этого отрезка. y, максимальное, равно минус 3. Пункт В. В пункте В, x принадлежит лучу от 0 до плюс бесконечности. Так, от 0 до плюс бесконечности. Значит, нам нужно рассматривать вот эти значения x. Этим значениям x соответствует вот это значение функции. Вот функция возрастает до бесконечности. Тогда мы можем сказать, что y, минимальное, будет равно минус 5 при x, равном нулю, а y, максимальное, максимальное, не существует. Пункт В. В пункте В нам нужно рассмотреть отрезок от минус 2, от минус 2 до плюс единиц. То есть вот эти значения x. Так, в крайних точках мы поднимаем перпендикуляр, получаем значение точки пересечения координаты y, ее получаем, равное плюс 3. Ну, а в точке 1 мы уже находили точку пересечения, ее координата y, минус 3. А нам нужно рассмотреть вот это, вот эти значения функции. Так, на отрезке минус 2 плюс единица. Тогда мы видим, что y, минимальное, равно минус 5, и соответствует это минимальное значение y, x, равное нулю. А вот y, максимальное, на этом промежутке существует, и равно плюс 3, при y, равном минус 2. И последний пункт g. В пункте g x принадлежит лучу от минус бесконечности до плюс 2. Вот мы найдем эту отметку 2. Поднимем перпендикуляр до точки пересечения. Мы уже знаем это значение y плюс 3. и до минус бесконечности. Значит, мы будем рассматривать вот эти значения x и соответствующие значения функции. Вот. И функция дальше увеличивается до бесконечности. Тогда мы можем сказать, что y, минимальное, равно минус 5, потому что точка x, равная нулю, включена в область определения x. А вот y, максимальное, не существует. Не существует, так как функция увеличивается бесконечно при уменьшении значения x. Ну, на этом промежутке. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видео решения на нашем сайте.